Дорогие друзья, братья и сестры, очередная мини-лекция, посвященная любопытным сюжетам в тексте нашей знакомой и незнакомой псалтири. Итак, сегодня поговорим о псалме 72 и о том, что там есть любопытный стих, который можно прочитать при желании, и так некоторые переводчики делают, прочитать вот интересным образом. Найдя там одно из библейских мифологических монстров, чудовищ, животных, речь идет о бегемоте, бегемот, героя нашего сегодняшнего разговора. Итак, в Библии, в Ветхом Завете есть целая такая, ну, целый мини-зоопарк животных, которые являются, которые представляются такими настоящими монстрами, такими чудовищами, автором которых, создателем которых является сам Бог. Ну, наиболее известные это два, это тот самый бегемот, о котором мы сегодня будем говорить, и еще один, одно животное, чудовище, Левиафан. Итак, в псалме 72, в стихе 22 есть такие слова. Ну, вот как читают, переводят эти слова, этот еврейский оригинал, перевод синодальный. Итак, «Тогда я был невежда и неразумел, как скот был я пред тобою». Переводчик РБО переводит так. «Я был просто глуп, был невеждый, словно скот я был пред тобой». Перевод церковный славянский. «И ас уничижен, и неразумех, скотин бых у тебе». «Где же тут бегемот?» – спросите вы. Ну, дорогие друзья, начнем немножко, сделаем шаг назад. Как слово «бегемот», оно появилось, как бегемот, как нечто такое единичное, какой-то вид, вид чудовища, появляется в Ветхом Завете. Вообще, в Ветхом Завете есть слово «бегема», это тварь, творение, животное. Это слово женского рода, и от него множественное число образуется, вот таким вот образом появляется слово в логии «бегемот». Поэтому «бегемот» – это есть дословно «животные». И поэтому в этом отношении, вот как «животные», «скоты», переводят этот стих, названный мной сегодня переводчики. Переводчик РБО, синодальный текст и переводчик церковно-славянского языка переводят как «животные», «скоты». Однако, дорогие друзья, не все так просто. Дело в том, что в Ветхом Завете есть понимание этого слова «бегемот», то есть «животные», и как чего-то единичного, чего-то видового, какого-то отдельного божьего творения. И, конечно же, самое яркое выражение всего этого – это книга пророка Иова, глава 40. И почти вся глава посвящена писанию этого чудо-животного. Почему в книге Иова, глава 40, мы имеем дело не с «животными», а именно с «животным», хотя по форме-то есть множественное число слова женского рода. А потому что всегда глагол при этом слове, существующем в форме множественного числа женского рода, этот глагол стоит в единственном числе мужского рода. Раз так, раз написано «сделал», «пошел», так условно говоря, то, видимо, имеется в виду какое-то отдельное животное. Тем более, описание этого животного подробное и довольно колоритное тут и имеется. Ну вот, давайте почитаем. И вот, как раз рассказано, в очень важном месте книги Иова дано описание этого животного. Ну, значит, скажем сначала про описание. Ну, конечно же, он очень похож на нашего знакомого по мультфильмам, по фильмам, по посещениям зоопарков гиппопотама, морской лошади. И поэтому именно этому животному гиппопотам в некоторых языках европейских дано было имя «бегемот». Ну, потому что вот он описан здесь, и это есть «бегемот» или по-другому, по-научному «гиппопотам». Когда в книге пророка Иова есть это рассуждение, это есть уже окончание книги, извините, не пророка, да, книги Иова, это не пророческое сочинение. А когда вступает в разговор Бог, да, там до этого диалоги друзей, мудрецов, Иова, его самого, спорят о природе страданий, о причине страданий. Вот, но вот вступает в дело Бог и как будто бы говорит, вот что вы понимаете, дорогие друзья, дорогие люди, вот я вот сделал гиппотама, я сделал, создал левиафана, они мои домашние животные, а вы что, вы можете их сделать? Вы можете их обуздать, вы можете вставить разве золотое кольцо в их нос, открывает пасть бегемот, и ордан в нее хлыщет. Кто его может остановить? Вот он среди лотосов отдыхает. Короче, гигантское могучее животное является творением Бога. И раз так, то действительно масштаб размышлений, каких-то планирований Бога, он не сопоставим с нашим кругозором, да, мы ничего не можем понять в этом отношении. Так вот, значит, нам, почему важна эта глава строковая из книги Иова для нашего рассуждения про стих из Псалома 72-го, а потому что, раз тут есть бегемот как отдельное животное, то, возможно, и здесь можно перевести это как указание на отдельного животного. И тогда, значит, можно так перевести, так переводит один из авторов, я нашел этот перевод на сайте, на проекте, очень тоже хороший, «Я Тора», это русскоязычный проект, и там вот есть такой удивительный перевод. «Невежда я и не понял, бегемотом я был пред тобой». Вот, то есть не как с котом я был пред тобой, бессмысленным, а бегемотом, ну, тоже бессмысленным, но уже уточняется, я был не просто каким-то, не знаю, потому что, извините меня, животные бывают довольно умные, да, собаки какие-нибудь, волки, львы, вороны, это все очень мудрые создания. Но здесь уточняется, я был бегемотом, таким вот, понимаете, громадным увольням, который ничего не понимает, но является твоим, о, Боже, творением. Вот, и тогда вот очень возникает смысл интересный этого стиха, вот, и сравнивается автор этого текста, главный герой, герой лирический, с бегемотом, и он сравнивает себя, я был пред тобой бегемотом, я невежда и ничего не понимал. Еще одно место, которое можно перетолковать, поняв этот стих, не как указание на животные, но как бегемота, это книга в Терзаконе, глава 32, где Бог показывает то, что Он пошлет на народ Израиля в случае, если они отступят, если они будут отступниками, да, от уставов, законов, заветов и так далее. Вот тут написано, значит, я нашлю на вас яд ползучих гадов и зуб бегемота, вот такая угроза, но, как правило, переводят зубы животных и яд присмякающихся пошлю на вас, это перевод как раз вот РБО, но вот интересная версия, зуб бегемота я пошлю на вас и яд ползучих гадов, бегемот как какое-то такое творение, которое хоть и Божье, ну все творение Божье, но имеет такой угрожающий потенциал, угрожающий потенциал, вот и это толкование, возможно, я пошлю на вас зуб бегемота, как-то вот отражается уже в новозаветном тексте книга Откровения, глава 13, где рассказывается о двух зверях, выходящих из моря, да, вот, один и выходящий с моря другой. Так вот, часто толкует, что имеется в виду те самые два названных мною древних чудовища, именно Левиафан и Бегемот. Левиафан выходит из моря, Бегемот выходит с суши и они являются знаками каких-то решительных, очень важных, свершающихся событий в истории Израиля и всего человечества. И тогда обещание Бога, данное во второзаконии, исполняется в книге Откровения Иоанна Богослова, в главе 13. Дорогие друзья, мы все, когда являемся неразумными, недогадливыми, глупыми, оказываемся бегемотами пред Богом, существами страшноватыми, неблаговидными, но все равно творениями Божьими. Дорогие друзья, спасибо за внимание, всего хорошего, портал экзеге.ру. До свидания.